Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 21 октября 2019 года. Продолжим разговор по скрытым местам Нижнего Новгорода и обзору улицы Черниговской, продолжение Верхней Волжской набережной, продолжение фильма о том, что скрывают развалины старой станции Нижний Новгород, 4 серия. А это у нас будет 5 серия по Нижнему Новгороду. Так вот, в прошлой серии, четвертой, многие из вас, глядя на развалины водонасосной станции, сказали, что она похожа на вокзал. Например, комментарий Светланы. «Галина, добрый день! Благодаря вашему ролику последнему, ну вот этому четвертому, благодаря вашему ролику сделала для себя открытие, что в Питере из вокзала Варшавского сделали торговый центр «Варшавский экспресс», но не вникала в эту тему и нашла этот ролик, где видно, как эти развалины схожи с этим вокзалом до реконструкции. И это сейчас стали окна витринами, а раньше это были окна вокзала. Действительно, очень похоже здание, похожа архитектура. Глядя на это, приходит мысль, что это мог быть и речной, и железнодорожный вокзал до потопного города, название которого нам сегодня неизвестно. Потому что Нижний Новгород, новый город, как и Великий Новгород, он тоже новый город. Откуда столько новых городов? А где старые? И так это могли быть вокзалы, они же акведуки, станции, заводы по выработке энергии, и даже театры, как, например, театр Алишера-Наваи в Ташкенте, который, конечно же, построен в 1947 году, по официальной версии. Однако, как я уже не раз говорила в своих фильмах, я заметила, что товарищ Сталин восстанавливал именно античную, докатастрофную архитектуру. Возможно, у него были чертежи, возможно, они это знали и восстанавливали именно эту античную архитектуру, в отличие от его последователей. Хрущева, Брежнева, ну, уже не говорим о Горбачеве. Там все ясно. А это Ташкент, 1958 год, и моя мама, и театр Алишера-Наваи. Поэтому-то город и стал называться Новым Нижним. А эта часть города на набережной Оки, соответственно, должен быть Верхний Новый город. Потом стерли из памяти, что здесь существовал Верхний Новгород. Татьяна Юфтина, зрительница моего канала, прислала фото старой станции. Вот я не могла найти это фото, а она нашла. И как это красиво выглядело бы со стороны реки Оки, проплывая мимо, вместо леса сорняка, который сегодня есть, красивейшая набережная, с великолепной архитектурой, экзотическими растениями в клумбах. Если климат был другой, теплый, а он был таким до XVIII века. Очень возможно, что изначально это здание очень большое по длине предназначалось для чего-то другого. Еще одна интересная версия, что это допотопная станция по чистке канализации, например, источных вод города. Очень может быть. Возможно, что здание, похожее на вокзал, могло совмещать в себе и другие городские функции. Вы сами своими сравнениями подтверждаете мою версию по первым фильмам, что Нижний Новгород сопоставим был с такими городами, как Москва и Петербург. Одна и та же восхитительная архитектура, вернее, немногие останцы от былого величия и вранье официалов о купеческом городе. Да, вот этот стереотип о том, что Нижний Новгород – это купеческий город. А это относится лишь к моменту конца XIX века и Нижегородской ярмарки 1896 года. А сама история города тщательно затерта и искажена. Архитектура предыдущей цивилизации разрушается, руинируется, уничтожается. Кстати, это уничтожение архитектуры началось не сегодня, а задолго до советской власти, еще в конце XIX века. И на этой фотографии вы видите остатки, останки, случайно они попали на фото грандиозного какого-то строения кирпичного, от которого остались только стены. Я предполагаю, что это до потопа, до глиняного засыпа здания, как и все старые здания на этой улице. Еще по трубе, из которой не шел дым на старой фотографии, про отсутствие дыма никто ничего не написал в комментариях. Так вот, Сергей Абрамов сделал фото из этой трубы. Кирпич черный, обожженный, как и снаружи, но без копоти. Дно перекрыто. Конечно, сама труба идет на много метров в глубину и, по всей видимости, там на глубине соединяется с основным зданием, я так предполагаю, ну, по логике архитектурной. А вокзал здесь недалеко есть, его сохранили, отреставрировали, и он принимал здесь поезда. Рамадановский вокзал, о котором я говорила в предыдущем видео. А теперь посмотрим улицу Черниговскую и допотопные дома, которые здесь сохранились. Итак, напоминаю, что в прошлом видео мы говорили о развалинах так называемой водонасосной станции Нижнего Новгорода. Вот это место. И давайте немножко посмотрим по путешествиям. Посмотрим эту улицу. Сегодня у нас речь пойдет вот об этих объектах. Сейчас мы ее вообще немножечко посмотрим. Здесь сохранились все эти допотопные здания. И я хочу показать... Частично дороги идут на откос, наверх. Меня интересует вот этот дом. Я тут его рассматривала. Он однозначно допотопный, по крайней мере, нижняя его часть. Здесь есть подземные засыпанные этажи. Дорога идет вверх. И сейчас давайте немножечко прокатимся на ней. Поднимемся. Здесь, по всей видимости, была когда-то вот большая арка. Какое-то отверстие было. Вот остались следы от приемка. Ну, все застроено. За... Кирпичами заложено. Кирпич красный уходит прямо в землю. Вот он так. Спуск туда вниз идет. И дорога поднимается наверх. Вот там дальше у нас откос гора. Здесь есть еще одна улица. Как бы более верхнего плана. Вперед-вверх. Вперед-вверх. И упирается в гору. То есть там дальше гора. Вот посмотрим этот дом. Как видим, он тоже засыпан. Красный кирпич засыпан. Перестроен. Есть и арки, которые для чего-то были. Функционал их непонятен. Вот такие отверстия тоже. Допотопный этот дом. И вот этот еще один дом. Тоже с засыпанными этажами. Этажи эти могут идти очень далеко вниз. На тот уровень, с которого мы поднялись. как бы. Потому что если сейчас посмотреть эту улицу. Вот здесь мы были. То мы видим, что она прерывается. Здесь есть дорога. Фотографии Яндекса. Сюда нет. Но здесь есть дорожка осталась, которая вот четко соединяется с этой улицей. По всей видимости, здесь когда-то была улица. Но сейчас она засыпана глиной. И по всей видимости, здесь под этой глиной здесь что-то тоже там осталось. Откапывать не стали почему-то это все. Наверное, либо возможности не было, либо нужно было как-то соединить вот эти дома. Или чтобы дальше не обвалилось, трудно сказать. В общем, что есть, то есть. И вот этот район мы сейчас посмотрим благодаря материалам Сергея Абрамова. Итак, Нижний Новгород, Черниговская улица для продолжения Верхневолжской набережной. И вот сейчас благодаря Сергею мы попадем в это здание, которое сохранили, отреставрировали и им пользуются. И там посмотрим изнутри. Это одно из допотопных зданий. Вот я вошел в здание. Видно, что современная, неуклюжая, отродительного качества лестница. Сразу же мы видим оконный проем или дверной, который заложен. И дверь, которая как-то не очень вписывается вообще в стилистику. вот старые дверные проемы. Видно, какие они огромные и какая была сделана неуклюжая дверь. Так, продолжаю видео съемку. Обратите внимание на толщину стен колоссальную, просто огромную по сравнению с моей огромной рукой здесь. Рук шесть, наверное, уберется. Моиха у меня очень длинная ладонь. И хочу обратить внимание на отвратительное качество строения самой лестницы. Видно, что ее сделали как могли, потому что идеальные стены, идеальная кладка и такая отвратительная лестница. И также хочу ваше обратить внимание, что на протяжении всех подъемов есть такие непонятные заложенные какие-то ниши, которые непонятно ничего нужны. Продолжая съемку, хочу, чтобы вы обратили внимание на эту нишу спереди. Видно, что она заложена и она имеет сверху над лестницей вот этот арочный свод. И причем двойной арочный свод. Мы видим один ее уровень и второй. А над ней мы видим окно, которое не заложено. И опять вот эта глупо выглядящая лестница. Вот соответственно вот большие окна с этими арочными сводами. арочные 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 сводами мы видим что где большие двери есть арочный свод, с ними есть обычные двери, где нет этого свода. Видно, что эту дверь пристроили потом. Деревянные балки мять и вот такой вот как бы из нескольких парков потолок такой нежного рассечается очень часто в каких-то исторических зданиях. Вот это рядом цеха основные которые относятся к якобы кухомольным саборам, которые строили якобы чисто для муки. Понятно, что ничего на новое помогало слишком много окон, очень огромные здания. Я не знаю, сколько это там, потому что высота потолков очень высокая в каждом окне. К сожалению, подняться наверх имеется возможности. Вот, это его передняя парадка сюда, да, но нет входа. Скорее всего, здание уходит глубоко под землю, потому что местность рожа говорят, что очень глубокие подземные комнаты есть, как бы шахты, которые уходят очень далеко, далеко, далеко вниз, и никто туда очень низко не спускался. Вот. Также обратите внимание на то, что здание идеально ровное, идеальная кладка, где метрически все правильное. И вот рядом советского советской пристройки, которая видно, что она очень сильно проигрывает в технике строительства вот к древнему сооружению. Здесь, к сожалению, ничего не видно в окнах. Тут еще лужи у нас натекли. Обойти спокойно нельзя. Вот, все перекрыто заборами. Попасть, к сожалению, на завод нельзя. Он уже давно не функционирует. Но его также не торопится носить. Вот, видно, что к нему пристроили в советское время какое-то. И, к сожалению, нет фотографии что там внутри. самих цехов. Мы можем наблюдать только смерть снаружи. И вот вдалеке виднеется знаменитый вокзал рамадановский, который соединял Ниженов к Рассказанию. Но уже нет никакой лестницы, нет железных сообщений. Ну и, соответственно, вот издалека здание выглядит вот так. Вот, может, по видео не очень понятно, что оно очень огромное, монолитное, вид, что его не разрушит время. Не знаю, что его должно разрушить, потому что это оно очень долго, хоть и говорят, что ему лет 200, либо чуть больше, но, скорее всего, ему очень-очень много лет. И технологии строительства у него на дубовых сваях также у нас построен собор по такой технологии. Вот, получается, что фундамент вечной и неразрушивой. Потому что говорят, что дерево превращается в кирпич в таких условиях. Итак, мы видим грандиозные постройки, многоэтажные, такого качества, что и сегодня порой сложно сделать. Здание оставили умирать, мы видим, выбитое стекла. Я, кстати, никак не пойму, это не только здесь, это вообще вот по таким зданиям многоэтажным, старинным, уникальным, великолепного качества архитектуры. Я никак не пойму, там на высоте почему выбиты стекла. Там что, специально их били, выбивали. Здесь как раз проходит метромост и очень хорошо видны срезы глины на этом откосе. И глина это не старая, не древняя глина. Поэтому и оползни частые, потому что вода там где-то проходит, подмывает, несмотря на то, что сделаны штольни. Тем не менее, оползни случались, вот особенно в советские времена их довольно часто они случались. Были, было два больших оползня на моей памяти там. Почему? Потому что глина не старая, она не слежавшаяся, не окаменевшая, она, она там не более 150-180-200 лет. Я сделала это отдельными фильмами, потому что это место, вот эта Черниговская улица, Рамадановский вокзал ждет своего расследования. Но об этом будет в следующих сериях. Мы будем раскрывать секрет за секретом допотопного города, Нижнего Новгорода, который стал называться Нижним Новгородом, Новгородом, Новым городом с некоторых пор. Ни из какой ни древности, а очень даже недавно относительно 200, может быть, 300 лет назад. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на мои каналы, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всех вам благ! Субтитры создавал DimaTorzok